Здравствуйте, дорогие участники замечательного фестиваля дистанционного конкурса Golden Time. Мне предоставлена честь как члену жюри высказать свое мнение. Я это делаю с большим удовольствием. Прежде всего, мне бы хотелось отметить литературные работы Ольги Кравченко, маленькие рассказы «Сиреневая мечта», «Одиночество мартовского дождя», «Вершина». Читая их, я все время чувствовал аромат бунинской прозы, насыщенной мелкими деталями, тончайшими наблюдениями за окружающей средой, где бы это ни было, на улице или дома. Оля, я поздравляю вас. Работайте дальше. У вас есть очевидное прекрасное будущее. Всего вам доброго. Теперь в живописи. Мне хотелось бы сказать, что живопись надо показывать не одной работой, а несколькими. Показывать не скользя по картине, а держа взгляд зрителя хотя бы минуту, чтобы понять и оценить. Но это для будущего. Сейчас Алексей Волков. Мне очень понравилась его роспись машины. Такая, как у него там называется, рать в голубом и синем. Очень выразительная, очень яркая в русском таком стиле. Ну, то, что это на борту машины не так важно. Можно на холсте, можно на стенке дома, можно даже на асфальте. Хорошая работа. Поздравляю. Я поставил 9,5 и, в общем, желаю вам получить награду на этом конкурсе. Но самая интересная работа в живописи, на мой взгляд, всё-таки у Кати Ященко. Вот в этом случае даже появилось название картины, чего не хватает для многих других и песен, и картин. Надо название всё-таки давать, чтобы можно было как-то по нему ориентироваться и ссылаться на него. Муза. Абстрактный женский портрет в голубом. Выполнен великолепно. Великолепно с выразительностью, которая выходит даже за рамки абстракции. Через абстракцию видишь вечность, предметность того, что хотела изобразить художница. Мои поздравления и пожелания в самой высокой награды этого фестиваля. Ну и, конечно, цирк. Весёлая арена заслуживает отдельного разговора. Это школа. Это театральная, это цирковая школа, которая сама по себе заслуживает награды, ибо качество каждого номера, уровень мастерства каждого ребёнка очень высок. И канат девочка, и лестница эквилибрист, и стол розовая гимнастка, канатоходец, жонглёр эквилибрист, жонглёр с палочками, девушка 16 лет в розовом, в красном. Это всё на уровне, не побоюсь сказать, на уровне цирка де Салей, крупного, самого крупного и самого известного цирка в мире. И я предлагаю наградить школу, и, может быть, отдельно каждого из выступавших, потому что, ну потому что, да, это самый высокий уровень. Я как гимнаст, мастер спорта по гимнастике, следящий за мировым спортом, могу сказать, они работают на самом высоком уровне. Мои поздравления и пожелания на будущее. Всего доброго вам и успехов!